Звезда по имени солнце встречает нас вернее я иду навстречу солнцу навстречу счастью навстречу светлому будущему вы со мной тогда поехали не удивительно конечно да красота такая радует осень солнечная то есть вообще просто солнце всегда радует потом неважно зима осень лето она всегда радует почему потому что греет ребята короче а я шагаю нет и по москве по петербургу почему смеситель полетел надо значит либо очень либо самый дешевый стоит 3 700 тысяч посмотрел магазин зашел самый надежный 5000 но я понимаю что если озвучу эту цифру юлия вадимовна за голову схватиться и скажет ой 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 у меня пенсия маленькая 10 тысяч я сейчас буду пробовать сам чинить так что ребята рубрика капремонт сегодня открывается не на солнышко просто радует она как раз вот между двух этих зданий вдоль вот как раз вот улица освещает но красота просто это университет куда мечтал поступить кино и телевидение мечтаю я сейчас нет там просто там просто гораловка 200 тысяч за семестр ну или что-то примерно цифры такие просто ужас не учеба мануфактура по зарабатываем денег а раньше был храм как он назывался не помню когда я пытался поступить там 80 тысяч стоило сейчас 80 раз увеличилась стоимость я вообще не понимаю откуда такие деньги можно вообще просто взять и где вообще берут не понимаю но если ты не нефтяник а если нефтяник тут всего понятно но короче вот такой вот университет церковь интересно на месте алтаря что там происходит может директор заседает на месте алтаря или кто-то круче ребят вообще обалденно 8 солнышко радует слава богу за все а я сейчас пошел за ключами и потом буду скрывать открывать короче краны что-то пробовать чинить потому что 3 700 и 5 самое дешевое 3 700 я не хотел бы озвучивать пенсионерам такие цифры вообще обалденно солнце не ну просто давайте я его засниму еще подольше вам когда мы еще его увидим просто красота мне вопроса слава вот здесь в этом здании есть фреска иисуса христа образ вот как раз вот здесь рядом может сейчас не видно но в общем здесь на этом же на храме давайте так называем это храм это церковь это храм это собор который был ну как это называется разрушен разобран полу разобран который был ну как это сказать помягче короче разорен вот чем беда вот чем беда мы разорили иисуса христа отсюда все беды но время рассказа раскидывать камни время будет собирать давайте соберем камни ребята потихоньку будем собирать нужно другого-то пока нет другой путь это утопия путь утопия революционный путь утопия путь погибели атеизм путь погибельный адовый пахнет адом огнем дышит так что нет нет путь только спасение путь справедливости любви добра друг другу вот куда нам надо идти навстречу солнцу вы со мной тогда поехали для ребенка не купил вчера был первый снег ребята честно вам сказать может не первый но я был свидетелем вечернего снега когда вот на фоне листвы он выпал не был и вдруг пошел я понимаю что я понял что это не дождь снег ну тает понятно да в том что родились две строчки строчки я думаю сейчас такую гениальную песню напишу связи с этим эмоциональным всплеском а получилось только две строчки но ведь иногда хватает только лишь зацепиться за что-то поэтому ребята зима не за горами зацепиться нужно первый снег да первый снег прошел я так и знал что он будет но я думаю что он будет более объемным но оказалось не много его но на будет Вот сколько тут, а на принципе ширины хватает. Раньше переключаешь, вода бежит, сейчас уже вообще не контактит, все открыто, воды нет, это совсем другая история. Попробую разобрать. Так, с чего начнем, с этой. Попробую разобрать. Уйди, уйди, уйди с кадра, уйди. Так, ну это ладно. А, так я даже не переклю вообще-то ничего. Надо выключить с этого. Сейчас перекрытие воды. Так, давайте посмотрим, куда идут шланги. Шланги идут сюда. И вот оно. Вот так перекрыто. Перекрыто. Все идет от холодной. Идет от холодной на колонку, если горячая, да? Тоже идет холодная. Там нагревается газом и уходит на горячую. Горячая. То есть горячего подвода нет. Стоит колонка. Колонка стоит водонагревающая. Так, все отключил. В принципе. Все посмотрим, что там у нас. Сломалась. Надо бы ее тоже забрать. Так. Вот это вообще-то должно скидываться. И там должен быть болт. Я пробовал. Тогда не получилось чем-то зацепить. Но хрен его знает. Надо еще попробовать. Еще раз попробовать. Вот здесь что-то заткнуло. Ничего не вижу. Раз уж начал разбирать. Разбирай до конца. Все, что нужно разобрать. Сейчас посмотрим. Может тут какая пробка. Всяко бывает. Может тут что-то заткнуло. Сейчас на это. Снимем лишнее. А, так левая резьба. Ребята, левая резьба. Сюда надо ходить. Слышь, левая резьба. О, нет. Сбегу. Сбегу. В третьей стороны. Сбегу. Задлежим. Погланец. Сбегу. В третьей стороны. Греб English. где-то заткнула, где-то пробка организовалась. Резинка износилась, заткнула канала и что-то износилась. Мастер в это рассказал в магазине. Вообще-то меняется, это просто сложно найти такую резиночку, которая где-то тут может быть износилась. Но нет, здесь-то ничего не износилось. Вот я вижу, нормально все. Трубка пустая, не заткнутая. Значит засор не здесь, где-то дальше. Давайте искать. Вот где-то тут оно. О, ешкин кот. Ржавчины-то сколько видишь? Отвертку туда надо поковырять, пощупать. Короче, ребят, все очень просто оказалось. Ну, вернее, ничего не оказалось. Вот это не бежит. Но причина мне... Причина мне понятна. То есть земля, простая земля, срач. В водопроводе где-то чинили где-то когда-то и заткнула землей. Смотрите сколько песка всякой хрени. О, это я только чуть-чуть отверткой сунул. Значит сейчас должна побежать. Чуть-чуть я приоткрываю кран. Ну-ка. О, гляха. Нет, не бежит. Заткнуло хорошо. Скоро быть хорошо заткнуло. Так, надо разбирать дальше. Так, ну ничего тут. Так, вода пошла. Пошла вода. Где-то, короче, перескнула. Вот сейчас душ пошел. На душ пошла. Ну, где-то... О, хорошо пошло. Хорошо. На душ. О, бляха. И меня. Где-то переклинило, где-то перетыкая. То есть земля попала. То есть реальная земля. Понимаете, грязь. То есть реальная грязь просто в водопроводе. И это удивительно. Но вот сейчас все. Сейчас просто кран работает. Сейчас мы включаем душ. Душ включаем. Сейчас. Пошел душ вместе с краном. Ну, параллельно. Ну, немножко. Ну, вот. Где-то так. Пробку как бы пробил. Пытаясь снять эту крышку, где... За которой должен быть болт. За которой должен быть. Пробило пробку. Видимо, стуков. Потому что стучал. Пробило. Пошла грязная вода. Я сейчас не заснял это. Ну, бляха. Пошла грязная вода. И я понял. Ну, до этого еще понятно. То есть просто реально комок грязи попал в систему. Вот и все. То есть проблема решена. Живем дальше. Продолжаем мыться. С легким паром, господа. Ирония этой судьбы. Немножко, да. В этом есть ирония. Но лучше бы без нее. Лучше бы с легким паром, да, в баню. Но это совсем другая история. Всем любви, счастья, уважения. Все работает. Так, ну собираем шланги, ребята. Кто-то звонит. Алло. Здравствуйте. Для вас изникальное предложение напрямую от застройщика. Квартиры бизнес-класса в Москве. Цены начинаются. Не-не, в Москве нет, нет, нет. В Петербурге я хочу дом построить. В возможной потеке... В Москве нет, нет. Хотите узнать подробнее? Не-не, не хочу. Хотите, чтобы мы перезвонили вам? Не, не хочу. Не хочу. Не хотите получать потом... Не хочу. Нажмите 3. Нет, не хочу, где бы я хотел построить дом. Но этот дом обязательно должен быть построен из красного обожженного кирпича. Так, сейчас я ставлю это все на место. Вот эти вещи все. Мы сюда установим. 3 700, конечно, цена хорошая, но у меня пока нет таких денег на новую сантехнику. А это пока походит. То есть, причина в том, что грязь попала в систему, кусок грязи. И этот кусок грязи заткнул. О, блядь, сейчас как бы не потерять эту прокладку-то. В общем, кусок грязи, и им заткнуло. Вот и вся история. Я когда начал стучать, пошла как бы такая... Видно, ну прямо грязь-грязь, сгустки пошли. Видимо, это от вибрации. Я так хотел снять эту крышку, чтобы открутить и снять эту ручку. Но я крышку эту так и снять не смог. Но пошла эта жидкость такая, черная такая, коричневая отсюда. Это грязь. И вот когда я эту пробку-то выбила, вода снова пошла. Вот и вся причина проблемы. Вот так вот. Система, конечно, она вся в грязи. Это я еще там навязки помню. Чинили мы сантехнику. Трубу разрезали, я обалдел. Труба вот такая. А всего лишь диаметр остался такой, потому что все по краям грязь. И это по всей системе как-то. Куда деваться. Где-то чинят. В грязи все это постоянно идти в ямах. Постоянно это значит, ребята там где-то варят. Прорыв. Сварили грязь. Все равно в систему уже попала. Этого не защититься. Поэтому стоят вот здесь такие... сеточки. На этот случай, чтобы в ванну хоть грязь не попадала. Но я эту снял сеточку, потому что давление было слабое. Если слабое давление, то не работает вот эта самая колонка. От слабого давления. Давление бывает очень слабое. И колонка не работает. Потому что не хватает давления, чтобы там какие-то датчики заработали и все такое. И вот я ее снял и вроде работал. Но вы представляете, грязи сколько в системе. Это просто охренеть. И постоянно она как бы идет. Не знаешь, сегодня или завтра эта грязь придет. Но она все время идет. Да, ребят, да. Грязь идет. А что вы думали? Все чисто? Нет. Чисто это только святая вода в храме. Так что пейте чистую воду. Святую в храме. А ближайшему? Берите ее. Ну ладно, собираю. Снимать нечего больше. Ну-ка еще раз. Все, пошла массовка. А, блядь, опять резинку-то не потерять бы. Прокладку. Ну вот это сюда вставится. Чик. Сейчас я эту крышку долбил и чуть-чуть даже сломал. Чтобы ее скрыть. Надо же, как она запрессована. Я уж не думал. Ну то есть, думал, что она уже совсем тут просто летает. Да нет, она должна открываться. Но насколько это сложно. Потому что нету. Ни за что зацепиться. Вот я ее всю избил. И вот оно оказалось. Видите? Болтик-то, который мне нужен. Я сейчас просто попробовал. Снова заткнуло. Тут что-то, как бы сказать, вот это вот подход воды идет. И тут этот вот распределитель. Чего-то он тут немножко клинит. Он не дает. Короче. Вот сейчас я вскрою. Мы сейчас посмотрим, что сейчас-то есть доступ. Ну что я долбил-долбил. Вот только она открылась. Сейчас посмотрим, что тут у нас внутри. Болтик небольшой. Снова заткнуло просто. Так. Ну вот открываются все эти детали. Вот мы видим. Подключитесь тоже. Ну и все хорошо. Я сейчас перекрою воду. И полностью этот узел я могу открыть. Я могу полностью его оттуда вынуть. Чем я и зайдусь. Вот. Проблема это место. Сам смеситель полностью он исправен. Единственная проблема это вот распределитель. Ну вот. Уж не знаю, что там затыкать. Я думал, грязь. Нет. Опять пробка. Вот сейчас мы откроем, посмотрим. Че там у нас. Воду-то он не дает. Сейчас мы посмотрим. Интересно. Здесь все. Собака-то зарылась. А деталь-то видите, пластмассовая. Сейчас попробуем вынуть пассатижи мне ее. Че-то здесь идет. О! Ну понятно. Что ничего не понятно. Поломалась она. Такую деталь раздеть. Можно купить. Там какие-то, видите, детали. Сейчас я сделаю ход конем. Я сейчас уберу все лишнее. И попробую. Нож явно затыкать-то не будет, ребят. Попробую, да. Сейчас я все эти хитросплетения уберу отсюда. Вон оно. Никому не нужно, да, вот детали эти. Пусть оно напрямую идет, но главное, чтобы шло. Вон, видите. Раз. Деталь ненужная. Че затыкает-то? Вот. И вторая. Сейчас мы их уберем. И че? Ну и пожалуйте. А, вон еще что-то там. Бляха. Так это все лишнее. Мы сейчас все это попробуем убрать. Ни хрена там. Шайб наставили. Ну все. Сейчас-то уж че тут. Мешать ничему не будет. Правда, как это будет работать, надо подумать. Либо пойдет напрямую в оба канала. Ну так оно и пойдет. Бляха, надо, короче, собрать и посмотреть. Сейчас соберем и посмотрим. Охренеть. Вот это поломалась вся система таких всяких вот. Водичка туда, водичка сюда. Сейчас попробую без них, потому что вообще вода-то не идет. Вот в чем проблема. А если мы без них поставим? Если оно пойдет. Да, ну нет. Очень хорошо. Три семьсот ведь стоит, ребята. Новый-то смеситель самый дешевый. Три семьсот. Надежный пять, как сказал Маэстро в магазине. Так что будем что-то думать. Пробовать. Так, ну-ка, все так. Да, тут грязь была. И вообще-то, наверное, не только грязь. А все-таки вот эти вот, да, развалились что-то. Детали. Пойди, сейчас вот собери. Тетрис этот. Сова. Подкова, на счастье. И еще одна сова. Две совы и подкова. Попробуем без них. Что получится, сейчас посмотрим. Явно, что они сломались. Они там уже немножко провернулись. Или как, это уже не важно. И перекрывают полностью все каналы. Как это будет работать без них, я еще не знаю. Посмотрим. Сильно не затягиваю, потому что... Бля, ходоконо сейчас проваливается. А, он сразу... Хороший напор-то, кстати. Очень хороший напор. Но сразу в два ствола. Ну и что? Нормально. Так, что делаем? Она туда утопает. Это что-то? Да к нам она, в принципе, сейчас не нужна. Потому что мы сейчас не будем регулировать. Мы все эти регулировочные, все эти внутренности вынули. И она сейчас получается на два фронта. Либо я сейчас затыкаю вот эту сторону. А зачем затыкать? То есть пойдет просто на две стороны сразу. То есть душ и это самое. И кран. Сразу на две стороны пойдет. Но нам задача-то, главное, чтобы пошло. Немножко походит потом, со временем, заменим на новый. Потому что, ну, износились детали. Совы-то износились. Хотя, может быть, они не износились. И как-то, может быть, просто сбило. А как их собрать этот тетис? Пойди, пойми. Короче, напор хороший пошел сейчас. О, бляха. Ну, а что нам надо? Нам нужен только напор, чтобы помыться. Больше задач нет. Охренеть, что происходит. Ладно, собираю и посмотрим. Рано выключил камеру. Смотри, что, ребят. Пипец. Грязище какая. Смотри, что, что нет. Это я горячую включил. Охренеть. Просто охренеть. Я говорю, вот, грязи сколько. Хороший напор, мне это нравится. Напор есть, больше-то не надо. Напор, давление есть в системе. Это хорошо. То есть сейчас не перетыкает здесь, в этом узле. Я даже могу эту штуку не ставить, потому что она не нужна. Я все вынул изнутри-то. И поэтому, как бы, давление идет просто напрямую. С двух будет, с двух дыр, будет... В общем, ребята, финалочка, развязочка всех этих событий. Убрал все, собрал все. Ну, давайте вот так поставим, как это обычно бывает. Сейчас я полностью убрал внутренность, как я говорил. И получается, значит, там ничего не перекрывает, не перетыкает. И на оба канала, на оба. Можно заткнуть один, но, как бы, оставил оба под... Ну, где-то бывает надо это, где-то душ. Короче, но оба фронта идет. Смотрите. Ну, заметьте, хороший идет напор, давление хорошее. А больше это все. Ну, пусть оно так. Зато 3700. Ну, 3700 лишних в кармане не валяется. Смотрите. Одновременно просто работают оба узла. То есть и душ, и это. А переключатель я даже крышку не буду ставить, чтобы, как бы, она уже смысл потеряла. То есть, как бы, нам не надо переключать, потому что... Ну, там я все вынул. Вот. Все запчасти. Оно, как бы, ну, бессмысленно. И поэтому я оставляю так. И, допустим, если нужна горячая вода, мы открываем горячую, и идет она. Она идет одновременно отсюда и отсюда. Ну, то есть все работает. Помыться можно? Можно. То есть, вон, смотрите, грязная вода-то почему-то идет там, не знаю почему. Вот работает душ, и это работает. А нам что? Самая главная задача была такая сегодня поставлена. Чтобы все работало. Ну, уж как, извините, все. Без переключателей сейчас будет. Ничего не надо дергать, крутить. Вода постоянно идет. Хочешь холодную? Раз. Горячую перекрываешь. Открываешь холодную. В две струи идет, короче, напор. В две. В два сланга. Бьет. Слава Богу за все. Молодцы. Цены меня просто удивили. Ну, пять тысяч. Он говорит, пять тысяч. Я говорю, ну, такие суммы вы озвучиваете. А это бы это? А вот это походит, ребята. Вот пусть так, да, на два фронта. Ну, а почему нет? Главное, чтобы работало. Снова включаю горячую. Все. Водно-нагреватель, газовая колонка работает. Раз. И вода пошла горяченькая. Все. А где-то вот этот механизм, да, он где-то переклинивал, видимо, он там уже весь износился. Видите, он уже ржавый. И где-то он что-то совсем воду перекрыл. Ну, еще грязь, да, грязь еще. Все, мы эти детали вынули. Вот еще детали. Это уже не нужно. Это уже в копилку пойдет. Ну, и все работает. Вода горячая. Пожалуйста. С легким паром. Меня. А он всем добро любит сейчас. О, ну и еще что? Что, брызгалка работает? Потому что там-то нет ничего в Мудренке-то. Хочешь, вот так? Ай, что там? А пираний-то нет. А пираний-то это вот те самые. Ай, ты ходишь. Бляха, далеко убрызгает. Ну, лучше не трогать это дело. Ну, не течет нормально. Все. А пираний нет. Все, собираем инструмент, ребята. Где-то час уже тут колупай. Может, больше или меньше. Время незаметно пролетело. Ладно, все сделал. Слава Богу. Кстати, пока тянил-то это самое, даже видео запилил. Да? Да, ну, видите, я немножко блогерствую. Вот камера такая. Ну. Вот. И есть ли вам что сказать? Если на камеру. О чем? Не знаю. Вот просто интересно думаю. Зритель-то знает вас уже как бы. Ну, что можете сказать? Откуда это место? Ну, потому что я уже когда-то снимал вас. Вы немножко уже медийный, становитесь человеком. Как вы? Что вы зрителю скажете? Спасибо большое, что колонку сделали. Потому что никто, я удивляюсь, кто за люди? Никто ведь, кроме вас, даже не пошевелился. Как это так? Ну, если б я не пошевелился, кто-то другой бы пошевелился. Я так думаю. Никто. Думаете, никто? Да. Думаешь, никто. Вон Саша хозяин у нас. Все. Я ушел. Все, до свидания. А я-то думал, может, Александр-то ушел за запчасти. Может, он в магазин и пошел. Да, а сейчас. Я так подумал. Думаю, сейчас купим два смесителя. И куда будет два-то, когда одного надо-то. Но, слава богу, что починились старый. Потому что, слава богу, он хороший ведь. Так-то он хороший. Что ему там? Все отлично. Сейчас и давление повысилось. Больше стало. Так что, вот, Вадим, я сам лично очень рад. Потому что я же тоже тут живу. Конечно. Так мы же одна семья. А как-то помыть это нас? Мы, конечно. Мы же одна семья. Елки-палки. Хоть и ссоримся. Ругаемся немножко. Но все-таки в мире и в любви. Ну да. Ну что делать? Ну согласитесь. Ну, простите меня ради Христа. Если я немножко на вас гружу всякую. Да, ну, Господи. Спасибо. Прощайте. 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 Все, все, благодарю. Спасибо. Во славу Божию. Во славу Божию. Дай Бог вам здоровья. А Вадьки сказала. Я говорю, а благодари Его. Я сказала, да Вадьки. Бога, да? Мы сказали. Это слава Христу. Слава Христу. Нет, я ему что-нибудь говорю, ему дай. Мне-то не надо никакой благодарности Богу. Почему? Вся благодарность Богу. Почему? Потому что я тут здесь ничто. Я просто когда шел в магазин, я молился. Господи, помоги. Либо починь, либо купить новую деталь. Ну, помоги вот именно. И смотрите, как Господь управил. Бесплатно мы все починили. Это слава Богу. Ну, как бесплатно? А о чем вы купили? Да я вообще ни одной детали не купил. Вот это и слава Богу. Потому что так 3700 самый дешевый. Понимаете? Так а чем вы чинили-то? Ну, инструмент мой, слава Богу. С машины взял. Да, да, да. Инструмент свой. А так-то ведь я шел и просил Бога. Господи. Ну, вроде мелочь, да. А мелочь ли? Да. 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 Не обижайте люди. Господа не обижайте И своего ближнего Люди не унижайте Братья и сестры Себя не убивайте И в трудностях на Бога Только уповайте Дело такое может И жизни не хватить Через слезу, чтобы Грехи свои излить Встать нужно вовремя На истинный путь Чтобы крестом сияла твоя грудь Не на земле ищу я счастья Здесь горе, войны И ненастья Здесь на земле, в земле с крестом Мечтаю жить я со Христом Не на земле ищу я счастья Здесь горе, войны И ненастья здесь на земле В земле с крестом Мечтаю жить я со Христом Кроме наружности Важно внутри Ты покаянием Тело натри Душой к Иисусу Ты обратись И покаянно Молись, молись Нужно причастием Хвататься за Христа Может внезапно Прерваться жизни верста Нужно при жизни Иисуса Христа найти Чтобы в вечность в Царство Божие войти Не на земле ищу я счастья Здесь горе, войны И ненастья здесь на земле, в земле с крестом Мечтаю жить я со Христом Мечтаю жить я со Христом Увидев народ, он зашел на гору И когда сел, приступили к нему ученики его И он, отверзшие уста свои, учил их, говоря Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное Блаженны плачущие, ибо они утешатся Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю Блаженны алчущие, и жаждущие правды, ибо они насытятся Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 1 по 7 От апостола Павла радостная весть Жизнь вечная, ребята, все же есть Дорога к ней очень проста Всей душой верой в Иисуса Христа Любовью его ему заплати Кто был на земле, кто есть во плоти Стремиться к нему единственный путь Подобен Иисусу в стремлениях будь Не на земле ищу я счастья Здесь горе, войны и ненастья Здесь на земле, в земле с крестом Мечтаю жить я со Христом Не на земле ищу я счастья Здесь горе, войны и ненастья Здесь на земле, в земле с крестом Мечтаю жить я со Христом Иисус Христом Донбасс Иисус Христом Иисус Христом Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok